Всем привет! Вы на канале Maros Life и сегодня я нахожусь в Праге, где буду завершать нашу финальную стадию повосновения семьи. Это покупка страховки. Сейчас я нахожусь в офисе страхового брокера Александра Литвиненко. Почему выбрал именно Александра, расскажу вкратце. Снимал раньше видео о медицинском страховании. Он один из первых брокеров, который ответил по информации и рассказал более подробно, как купить страховку, что сделать. И посоветовал все моменты, нюансы. В том числе и для твоих подписчиков. Ну и, конечно, сделал для вас это видео, чтобы вы тоже знали, где можно купить, как нужно покупать правильно, чтобы не быть облапошенным. Потому что каждая денежка очень важна и нужна. Перед тем, как мы начнем, в двух словах Саша расскажет о себе, как он тоже попал в Чехию, откуда родом, чем он занимается. Саша, тебе слово. Спасибо. Здравствуйте, подписчики канала Maros Life. Друзья, я из Харькова. В Чехию решил переезжать еще в 2006 году. Реализовал свою идею в 2008 году, то есть я также нашел работодателя, собрал пакет документов и переехал по рабочей визе. Тогда это не была трудовая карта, а рабочая виза. Долго рассказывать не будем. Было это в 2008 году. Подавал еще в консульстве в Донецке, оно тогда было специально создано для Восточного региона. И прошел полностью весь путь эмиграции. От приезда по рабочей визе с 300 долларами в кармане до получения чешского гражданства по истечении 10 лет пребывания в Чехии. То есть я их сейчас переведу уже с гражданства? Да, у меня уже чешское гражданство есть. Можем отдельно, если интересно будет, рассказать. Я считаю, что это дополнительная мотивация. То есть не просто мы едем на заработки, а для чего мы едем в Чехию. Что будет через 5 лет. Через 5 лет будет ПМЖ. Еще через 5 лет будет возможность получить чешское гражданство при соблюдении установленных законом условий. Саша, как попал вообще в эту страховую сферу? Потому что очень интересно. Я понимаю, что ты начинал как бы тоже все из самых низов, нулей, так сказать. Было все. Пройдены все этапы. Пройдены все этапы, все виды работ. Дело в том, что я в Харькове тоже занимался страхованием. У меня юридическое образование. Заканчивал юридический факультет в Харькове. Одного из университетов. Поэтому хотелось работать с людьми, хотелось разбираться в законах, в том, как это работает. Продолжать, короче, здесь ты уже решаешься. Да, да, да. Нострификацию прошелся. Нострификацию техникум, нострификацию диплом юриста. Если интересно, расскажем, как все это делается, на что обратить внимание. Кто-то говорит, что это невозможно. Все реально. Все это же невозможно. Да, да, да. И просто захотелось разобраться в этом, потому что я, как и ты, как и все остальные, столкнулся с тем, что нужно продлевать документы, покупать страховку. И понял, что есть между ними какая-то разница. Я не понимаю, какая. Не понимаю, почему разница в цене, разница в названии. Одна называется «Славия», другая называется «Максимум», третья «Уника». Ну, я вообще знаю четыре всего. Еще РГИ, ВЗП. Да, их шесть. То есть те страховознания, которые предлагают продукт страхования иностранцев, их шесть. Но вначале это были страховки на случай первой неотложной помощи. Потом они стали обязательными комплексные уже страховки. То есть само государство приняло поправки к закону, где решило, что иностранцы вечно куда-то попадают, что-то где-то случается, ломают руки-ноги на производстве, на работе, просто гуляют. И кто за все это будет платить, если они попадут в больницу? Соответственно, уже обязали всех иметь комплексные страховки. Все это было интересно, как это работает, почему одна компания лучше, другая хуже или наоборот. Просто хотелось разобраться. И самое главное, я столкнулся с тем, что никто в этом не разбирается. То есть когда я спрашивал, а почему я должен купить эту страховку в этом месте, то Вася мне говорил, не, я не знаю, алый мусышь купит и там. И как бы это уже стало интересно, почему я мусышу и купит и там. И хотелось разобраться. И хотелось стать тем человеком, который другим будет отвечать на вопросы. Хотелось, чтобы люди понимали, что это не бумажка, что это не выброшенные деньги. Что это, знаешь как, в Украине я жил 23 года и ни разу никакой страховки не покупал. Я не понимал, зачем она нужна. А те люди, которые приезжают из бывшего СНГ, они считают, что это вообще выброшенные деньги. Что у них там была страховка, потек потолок, она им ничего не покрыла. На машине они попали в аварию, хаску не покрыла. Все это сплошной обман. Все страховые это сплошные обманщики. Здесь это не так. Поэтому пришлось самому в этом разобраться, пойти на всяческие курсы, школы, повышение квалификаций, где нам рассказывали, как это все работает. Я понял. Саш, у тебя, так я понимаю, уже своя фирма? Да, уже есть своя компания, которая занимается исключительно страхованием. Сколько уже на рынке? Я получил лицензию Национального банка в 2010 году. То есть уже 10 лет? 10 лет. Компанию открыл чуть позже. Потом просто была реорганизация, недостаточно было быть самостоятельным брокером. Уже возникла необходимость создания юридического лица. То есть на рынке, я так понимаю, не самый плохой игрок? Нет. С 2010 года регистрация, вот висит подтверждение на стене. Поэтому хочется верить, что разбираемся в страховании действительно на хорошем уровне. Потому что больше ничем другим не занимаемся. Ну, параллельно визовые вопросы. Там есть страхование, там и вопросы, как воссоединить семью, как вывезти жену, как привезти бабушку больную в Чехию и так далее, и так далее, и так далее. Да, ребят, кстати, очень много интересных вопросов. Для меня тоже Саша пооткрывал. Телефоны, контакты, соцсети. Все оставлю под видео. Ссылочки на все эти данные. Есть очень много нюансов, есть очень много вопросов, на которые я лично не знаю ответов. Я не всемогущий, так сказать. Я только в этом сам начинаю бориться. Поэтому есть человек, который компетентный в этих знаниях. Обращайтесь, пожалуйста, если кому интересно. Саша, первый вопрос. Который лично меня, опять же, интересует. Страховка, все хорошо. Для кого реально она предназначена? То есть в Чехии? В Чехии с законом предусмотрено, что каждый иностранец обязан быть застрахован. Только у кого-то это государственное страхование. Вот ты работаешь, у тебя государственная страховка. У твоего ребенка, его нельзя трудоустроить, он маленький еще. Поэтому для ребенка уже предусмотрено коммерческое страхование. То есть по сути два вида. И более того, у многих паспорта Евросоюза, то есть венгерские паспорта, румынские и так далее, у западной части Украины, они тоже в каких-то случаях обязаны уже иметь государственную страховку. Например, если они предприниматели. Они приехали и сказали, я буду здесь заниматься как ЧПшник. А в других случаях они приехали, где-то пошли на какую-то подработку, приехали учить язык, просто гулять, жить здесь, приехали. Они могут купить коммерческую. То есть там четко у нас на сайте как раз написано, какие категории обязаны иметь государственную и какие коммерческую. То есть если, грубо говоря, резюмировать ответ, то есть это бассейн и семьи, это туристы, это... Дети, ну опять же по лоссоединению, это люди, которые едут на работу на три месяца. И часто... То есть мы можем такой вернуть? Да, 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 мы позже вернемся к этому. Вот ты говоришь, что в каждом Евросоюзе, то есть реальности, на твоем опыте многолетнем, какие страны покупают страховку? А все, сюда едут все. Наш канал как бы тоже разносторонний. Есть Белоруссия, Казахстан, есть Россия. То есть реально можно купить все. И Ютуб не имеет границ. Да, то есть можно купить абсолютно... Едут все. Вы не поверите, но даже люди, которые жили в Америке, некоторые, и тем, которым там не нравится, они, например, выбирают попробовать жить в Чехии. И они тоже покупают страховки, потому что Америка это не Евросоюз. То есть какая-то страховка купленная в той стране, она здесь... Нет, почему? В той стране она может быть туристическая. Но не покрывать какую-то определенную часть... Она достаточно для туристического пребывания в Чехии. Но когда человек говорит, я хочу уже подать на вид на жительство, когда румын или венгр, да, говорит, что я хочу здесь находиться больше 90 дней, то ему говорят, покажите, какая у вас есть страховка. И это будет страховка либо из его страны, но я еще не видел ни одного румына или венгра, который показал бы страховку, которую он платит там где-нибудь в Будапеште, потому что там никто ничего не платит. Либо это уже будет чешская страховка, купленная на месте. Я столкнулся с тем, что есть многие иностранцы, которые работают здесь достаточно на интересных, серьезных позициях. То есть это сеньор-девелопер, да, программист высокого уровня с хорошей зарплатой в Майкрософте. И ему как бонус дают страховку для него и для всей семьи в Альянсе. Она там стоит 2000 евро в год для каждого члена семьи. Классная страховка, покроет кучу случаев, но она не подходит для получения или продления вида на жительство. Потому что она не комплексная. Нонсенс такой, да? Да, да, да. Есть английская страховка БУПА, то же самое. Стоит 2000 евро за полгода, покрывает все, там чуть ли не онкологические заболевания. Для продления не подходит. Потому что законом четко сказано, должна быть комплексная страховка для продления. Поэтому те люди, которые получают бесплатно от фирмы такой бонус интересный, все равно должны покупать комплексные страховки. Из этих шести компаний выбрать. То есть мы не навязываем там только одна какая-то или другая, та, которая самая дорогая. Мы никогда этого не делаем. Мы рассказываем, в чем разница. У всех компаний свои тарифы. Ну, посмотри, мы, конечно, не будем сейчас рассказывать, в чем разница. Потому что выйдет сейчас часовое видео, я думаю, это уже никому не интересно, потеряет нить вообще, о чем-то был разговор. Варианты тоже страховок. Многое знают уже людей, задают вопросы, какую страховку лучше выбрать. Ребята, опять же, пожалуйста, обращаемся к специалисту, к Саше. Расскажем. Два тарифа. Первая неотложная помощь и комплексная. И вот нужно понимать разницу между ними. И, как правило, для вклейки визы, вот многие говорят, я получил трудовую карту, мне одобрили, пришло письмо, возьмите с собой паспорт, страховку и придите для вклейки. Паспорт вам будет выдано в тот же день, там, 14.30. Для тех, кто идет просто на вклейку трудовой карты, достаточно двухмесячная или одномесячная страховка на случай первой неотложной помощи. То есть это тоже можно здесь оформить? Да, да, да. Просто разница. Для вклейки достаточно первая неотложная помощь. Потому что дальше за него будет платить работодатель, и он получит карточку. А, то есть это, по сути, пересечь границу? Да, они так и говорят. Принесите страховку на 30 или на 40 дней. На 40 мы не можем сделать, мы делаем на 60. И это будет первая неотложная помощь. Она дешевле почти в два раза, чем комплексная. Хорошо. Смотри, то есть получается, если так уже затранивать более глубокую эту тему, то можно, оказывается, купить чешскую страховку для работы и по трехмесячной визе? Можно. Ну, я просто... К чему задавали тоже мне этот вопрос, и один из подписчиков рассказывал, что я лучше куплю в Чехию на три месяца чешскую страховку, я заплачу там 3000 крон, но я зато буду уверен на 100%, что со мной все отлично. Я понял. Варианты какие? Да, варианты какие? Вы договорились с работодателем, получили по волыни, вот тут же дупрации, на выполнение какой-то трехмесячной работы, либо сезонной работы на 6 месяцев. И когда вы приедете сюда, вас должен работодатель зарегистрировать и платить за вас государственную страховку. Но очень часто этого не происходит, поэтому люди говорят, я лучше для себя куплю какую-то чешскую страховку. Если честно, лично на моем опыте попадались, конечно, в основном покупают в Украине вот эти, там, с нулевой франшизы, там, на 60 тысяч евро. Правильно, есть украинская страховка, есть чешская страховка. Вот мы подошли к вопросу, в чем разница. Почему лучше купить чешскую, а не украинскую? Украинская дешевле, сразу говорю. То есть украинская, я видел цены 3 месяца, там, 400 гривен где-нибудь во Львове человек купил под консульством. Вопросов нет. Смотрите, чтобы там была нулевая франшиза. То есть, что такое франшиза? Если произошел страховой случай, и, например, приехала скорая, скорая стоит 200 евро. У вас в страховке может быть франшиза 100 евро. Так вот, 100 евро платите вы, а остальные 100 евро и высшие платит страховка. Вам это неинтересно. Тогда эта страховка, эти 400 гривен и 100 евро, это как разница. Да, да. Поэтому нужно всегда покупать хоть украинскую, хоть чешскую страховку с нулевой франшизой. То есть, чтобы если что-то случилось, и счет будет там на 10 евро или на 1000 евро, вы не платили ничего. Собственно, этого и требует закон. Ну да. Для продления в Чехии. Соответственно, у вас варианты. Купить украинскую страховку, где будет нулевая франшиза, то есть нулевое ваше участие. И обязательно должна покрывать 60 тысяч евро, не 30. Потом купить чешскую страховку. Можно дистанционно еще перед тем, как вы уезжаете в Чехию. И по сути дождаться, либо договориться со своим работодателем, чтобы он вам оформил государственную страховку, которая вообще безлимитная на все. Круто. Я не знаю об этом даже. Да. А самое главное, вы всегда узнавайте, что требует консульство. Потому что мы находимся в Чехии, и каждое консульство, вы нас смотрите в Казахстане, в России, в Украине, и каждое консульство требует... Разные документы. Разные документы, но, как правило, они говорят, страховка на случай первой необходимой медицинской помощи. Они ссылочку дают. Требования к страховому полису. Начинаем читать эти требования, а там сказано 60 тысяч евро, без участия застрахованного в лечении, и обязательно должна быть квитанция об уплате, и условия страхования. И все это должно быть на чешском. Поэтому даже если вы берете украинскую страховку, смотрите, чтобы там было все переведено продублированным на чешский язык. Иначе ее просто не примут. Вот, кстати, тоже сейчас сразу же вспоминается, ты сейчас рассказываешь о консульствах, посольствах. Вспоминается такой момент, как перед консульством мне тоже предлагали страховку, покупай сразу на два года. То есть, все, такая вот сумма, мы сейчас сделаем тебе скидку. Реально, в чем тогда отличие от той страховки, которую я покупаю здесь, сейчас у тебя, и от той, что мне там предлагают перед консульством, посольством? Отличие в том, что они это считают по какому-то своему курсу. И, по сути, они продают те же самые страховки, что и мы. Но у нас эту страховку можно купить и сразу понимать, одна крона это там гривна 20, или там сколько это рублей, то есть, одна крона 3 рубля. И мы не зарабатываем ни на какой конвертации. То есть, мы не обменный пункт, мы не биржа, нам абсолютно не хочется зарабатывать на разнице валют. Поэтому у нас вы не переплачиваете. Я знаю, что под консульством очень часто это все переводят в гривны, в рубли, там, соответственно, не знаю, как в Казахстане. Ну и предлагали, да, сейчас перебьют. И, наверное, это будет дороже. Предлагали там тоже, я, честно, не помню сумку, в кронах, но опять же, какие кроны у меня в Украине, я приехал с гривневой картой, и сейчас на месте быстро все оформлено. Опять же, я только на подачу там подавался, еще даже не знал, какая страховка, о чем вообще могла быть речь. Тем более, есть куча нюансов, факторов, и вот поэтому мне тоже интересно. Думаю, ну, может быть, конечно, приеду и куплю. Видел, когда люди действительно покупали, потому что была безвыходная ситуация. Очень часто, да. Просто в лоб, то есть, либо сейчас, либо никогда. Забыли страховку, не хватает дня, не хватает месяца, купили неправильную, и поэтому бегом пытаются это исправить. По дням, кстати, ребят, да, тоже интересная штука. Оказывается, как написано там на документе, который присылает посольство или консульство, то есть, нужно страховку с такого-то дня по такой-то день. А вот расскажи свой пример. Вот ты воссоединяешь дочь. Тебе сказали, нужна страховка от даты вклейки по 1 февраля 2021 года. Вот мы смотрим на это письмо от заведующей консульским отделом в Киеве. Так вот, ситуация такая, что почему не хватает дней часто? Когда вы делаете страховку, вы едете в консульство, например, 1 сентября и делаете страховку до 1 февраля. Так вот, вы не можете сделать на равное количество месяцев так, чтобы она захватила первое число. Всегда страховка начинается первого, а заканчивается 30-го или 31-го, в зависимости от того, сколько дней в месяце. И получается, если вам консульство сказало, дайте с 1 по 1, вам нужно делать не с 1 по 31, а делать по 31, но захватить еще один месяц. мы не можем продать вот самый главный момент, может, еще раз, мы не можем продать страховку на 1 день. То есть, если вы выезжаете или вклеиваете визу первого, а вам консульство обязало принести, ну, потому что так рассмотрело визу, страховку по 1, то вам придется докупить не 1 день, а целый месяц. Но тогда точно не придерутся и примут. Потому что вот как раз была самая главная ошибка у многих, что люди купили страховку с 1 по 31, а консульство говорит, извините, но мы вам в письме написали, что принесите купе. Да. Докупают у тех же... А идут, докупают у тех, кто под консульством. А это не то, чтобы они вам специально, а просто нельзя купить страховку на 1 месяц. Первую неотложную помощь можно на 1 день. На 1 день. На 1 день нельзя купить страховку. Можно купить на 1 месяц первую неотложную помощь. А комплексную можно купить минимально месяц, два, три, в зависимости от компании. Самая дешевая идет на месяц, половину. И пользуются этими незнаниями, так сказать, людей, которые, так сказать, оформились, не посоветовавшись. А знаешь почему? Потому что никто не знает. В письме написано, принесите страховку от даты предполагаемого выезда. А человек говорит, а дата предполагаемого выезда, вот у меня студент едет, сын, на учебу 1 сентября. А страховку я иду покупать 15 августа, а после этого мы едем отдыхать на море. Вопрос, мне страховку делать с 15 августа или с 1 сентября? И вот люди не понимают, нужно внимательно читать письмо, если что, уточнять. Если сказано от даты предполагаемого выезда, то нужно делать действительно с 1 сентября. Если они пишут от даты вклейки, то человек купит страховку от 1 сентября, 15 августа пойдет вклеивать, потому что он записан на 15 августа или без записи, там, по-моему, понедельник, среда, без записи. А ему говорят, подождите, но вы пришли 15-го, а страховка у вас 1-го, идите докупайте 15 дней. Опять же 15 дней нельзя купить, минимально месяц. Ну, стоят люди под консульством и не всегда честно скажут, что можно купить на месяц. Говорят, ты знаешь, вот комплексный тариф идет на 3 месяца, купи на 3 месяца за 3 тысячи. А можно это было купить на месяц за 600 крон. Бизнес на месте. Да, то есть внимательно читайте условия получения визы, которые отображены в этом письме от консульства. Так, ну что, на следующий вопрос уже конкретно переходим к пакету документов. То есть, что входит реально в пакет документов. Вот у меня сейчас передо мной папочка лежит, в которой я уже являюсь, точнее, Марьяна, наша дочка, является счастливым обладателем в этой страховке. Вот, значит, я так вижу, здесь карточка есть. Всегда, да, но ты выбрал компанию ПВЗП, поэтому карточка вот такая вот белая, ламинированная. Скажу, почему я выбрал ПВЗП, не потому что она там самая дорогая. Да, она одна из самых дорогих, потому что в моем городе, где я проживаю, у меня все врачи сказали, что нужна страховка только вот эта ПВЗП. То есть все, больше никакая другая не принимается. Если вы живете в Праге, либо там в других городах, есть варианты Слави, Эрго, Максима и так дальше, пожалуйста, узнавайте сначала там у ваших докторов, узнавайте, какие больницы вас там принимают. Либо опять же, можете обращаться к Старшему, который будет поставить вам список. Я так понимаю, есть списки. Есть списки договорных больниц, есть все это на сайте, все это можно скачать на русском, на украинском. И есть, как бы, интерес людям рассказать, чем же разница между компаниями. Потому что это 6 компаний, и все меня спрашивают, а в чем же разница? Ну, мы отшучиваемся, что разница такая же, как между BMW, Mercedes, Audi и Volkswagen. Все собраны в Германии. Итак, значит, первое, это карточка. Второе, это у нас комплексный здравотник по Ишти Мицезинсу Плюс. То есть это у нас... Это как раз отвечает требованиям, комплексная страховка. И ты решил взять, давай скажем, что ты решил взять тариф-комплекс, хотя для вклейки мог взять на долгосрочную визу по воссоединению дочки с семьей, то есть с тобой и женой, ты мог взять первую неотложную помощь. Мог. И она дешевле, и ее вы приняли. Но я решил взять сразу. Да, потому что ребенок маленький, будет обращаться к врачу, какие-то прививки. Ты решил чуть-чуть доплатить, но взять уже то, что покрывает больше. Да. Ну, мы на этом решили не экономить, поэтому... Для нас здоровье ребенка важнее намного, тем более за границей. Я не совсем еще владеем супер языком, даже если владеете языком, это есть свои правила, закон это вам чуть-чуть как бы не Украина. Вот. Второй у меня документ тоже... Второй оригинал. Второй оригинал, который тоже идет, он тоже здесь в комплекте. И копия, правильно? То есть это у нас копия, которая будет предоставляться уже в посольстве в Киеве, во Львове, где вы там будете подавать. То есть эту копию можно предоставлять самому посольству. А также у меня здесь еще... А вот большими буквами, да. Это условия страхования. Условия страхования, которые тоже требуют посольства, либо консульства при... На чешском языке должны быть условия к страховке, чтобы они понимали, что это за страховка, что она покрывает. Действительно ли там нулевое участие застрахованного, если он там вдруг упал, его нужно отвезти в больницу. То есть конкретно здесь их там 7 страниц, это все я должен предоставить. Оригинал, естественно, я буду оставлять у себя, а копии я предоставляю в посольстве для получения визы. Да, там будет такой порядок, например, в твоем случае в Киеве. Ты приходишь с утра, отдаешь документы, отдаешь паспорт, идешь гулять. И они говорят, что придите после 14.30, вам будет в этот же день, после обеда, выдан паспорт уже с вклеенной визой. Ну и самый, знаешь, Саша, наверное, популярный вопрос, который, наверное, интересует, ну, не дай бог, конечно, чтобы к нему сталкиваться, так сказать, возвращаться к этому вопросу. Что делать, если наступил реально страховой случай, куда обращаться, что мне делать? Вот достань еще раз карточку, там есть телефон ассистенчной службы. Причем, смотри, вот у тебя такая ламинированная карточка, у всех остальных компаний пластиковые карточки. То есть, да, они все, ну, то есть они разные. Вот, вот, сейчас, секундочку, вот, Максима, вот, Славия. Вот эти компании, которые вы будете находить в интернете, у нас специальный принтер мы печатаем сразу их. И всегда на задней стороне карточки есть телефон ассистенчной службы. Вот здесь тоже есть телефон ассистенчной службы. У этой компании, ассистенчная служба говорит на чешском, английском, русском языках. Ну, то есть ты звонишь, оператор предлагает выбрать язык. И спрашивает, добрый день, чем мы можем вам помочь? И ты говоришь, что у меня такая-то проблема, я не знаю, куда обратиться. Что-то болит, что-то беспокоит. Ну, как бы, есть подозрения на аппендицит, скажем, да? Уже сами прощупали там, посмотрели в гугле, да, все признаки. Надо вызывать скорую, не ввести, потому что может лопнуть. Они подсказывают, куда обратиться, причем они советуют своего договорного врача, чтобы клиент не платил за этот визит. Или ассистенчная служба присылает письмо в больницу, куда человек обращается. Опять же, чтобы больница уже знала, что расходы на лечение, на операцию, на госпитализацию, там, не знаю, зашить что-нибудь. Чтобы все вот это было уже отправлено инвойсом на страховую компанию. То есть ассистенчная служба служит для того, чтобы вам подсказать, куда обратиться. Работает она, кстати, 24 на 7? Естественно, конечно. Более того, все страховки покрывают шенген. То есть первую неотложную помощь в шенгене. Вот человек едет, да, из Украины в Чехию. И в Польше там где-то он вышел с автобуса, оступился, подвернул ногу. Подвернул так, что действительно он дальше не может идти, и нужно обратиться в больницу. Первая неотложная помощь в шенгене покрыта будет. Но вот в данном случае компания ПВЗП хочет за это доплату. 100 крон в месяц, потому что у них эта опция идет как дополнительная за отдельную плату. Ну, это, я так понимаю, при выборе уже этой страховки. Это и есть разница между ними. Выбираешь либо чисто Чехия, либо там шенген и плюс Чехия. Но, кстати, вот эта компания, вот эта твоя страховка, которую ты приобрел, она покрывает шенген транзитом. То есть, если вы едете автобусом или поездом, или там гусиком, то кратчайший путь из страны постоянного проживания, то есть из Украины в Чехию, и если что-то случается во время этой поездки, то оно покроет. Доплату они хотят за полное покрытие в шенгене, когда вы, например, на выходные едете в Италию. Вот это уже не кратчайший путь транзитом в Украину ни разу. Поэтому за это они хотят доплату. Все остальные компании как бы покрывают шенген полностью. То есть люди на выходные путешествуют. Не знаю, мы ездим в Дрезден два раза в месяц просто за покупками, и понятно, что во время этого пребывания может что-то случиться. Поэтому шенген весь покрыт. Саш, спасибо тебе большое, что ответил на наши вопросы, которые мы подготовили для нашего видео. Более подробно, опять же, если кого-то интересует или возникают какие-то вопросы по поводу страховки, индивидуальный подход вам обеспечит Александр Ритвиненко. Ребята, обращайтесь в любые вопросы. У нас есть сайт, Инстаграм, все виды мессенджеров, вайбер, ватсап, телеграм. А от нашего канала, кстати, тоже есть очень интересное предложение вам. Если кто будет обращаться к Александру за покупкой страховки, пожалуйста, указываем промокод MOROZLIFE. Обязательно быть подписанным на наш канал. И получайте дополнительную скидку уже от Александра. Я вот сказал, максимальную мы сделаем. Вам спасибо. Спасибо, что нас смотрите. Спасибо, Саша, большое за то, что уделил время. Очень познавательно, очень интересно. Я думаю, это не последняя наша встреча. Всем спасибо за просмотры. Не забываем подписаться на канал, ставить лайки, делитесь своим мнением в комментариях. И делитесь этим видео с вашими друзьями. Всем удачи. Всем пока.